Виктор Ягун с нами на связи, военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ с 2014 по 2015 год. Здравствуйте, рады вам в эфире Фридом. Добрый вечер. Добрый вечер. Смотрите, очень интересный момент получается. Количество войск КНДР в России и количество тех войск, которые могут принимать части непосредственно против украинских войск, может возрасти. Но остается актуальный вопрос. А зачем это Российской Федерации и лично Путину, у которого так называемое СВО идет по плану? Смотрите, во-первых, надо точно ответить, чтобы все поняли. Это количество не возрастет до 100 тысяч. 100 тысяч это та цифра, которую могут дать корейцы, северные корейцы по ротации. То есть 10 тысяч сейчас принимают участие, а через два месяца постепенно идет замена. И таким образом они получают то, что называется боевым опытом. Проблема, на самом деле, для корейцев, для руководства Кореи очень простая. Такое огромное количество людей в одном месте, они просто не могут разрешить себе выпустить, грубо говоря, в леса и поля. Потому что контролировать их должен тоже кто-то. То есть получается, да, эти 100 тысяч, надо хотя бы еще 10 тысяч соглядателей. А у них с соглядателями, знаете, не очень. Поэтому они боятся просто, что эти люди могут просто разбежаться по полям, сдаться в плен, не знаю, там, уйти в Россию, где-нибудь искать каких-то более лучшей жизни, чем в Корее. Поэтому вот то количество, которое они могут контролировать, они будут отправлять. Что по другому вопросу? Как вы сказали, я пропустил. Второй момент является тем, зачем это в целом Путину? Ведь мобилизационный ресурс у Путина огромен, Российская Федерация огромная. Ведь, как сам Путин говорит, у него все прекрасно с ракетостроением, с военно-промышленным комплексом, что является достоверной информацией, что он перевел экономику на военные рельсы. Но тут Северная Корея, это как, ну, выглядит, знаете, как какой-то такой подарок в виде живого мяса. Извините, я иначе не могу назвать подобного рода действия. Смотрите, если мы не будем брать полную информацию, которая у нас есть, а будем брать только некоторые сегменты, то они просто ужасные для Путина и для его команды. Потому что, например, вот только если взять Российскую железную дорогу, за ее данными не хватает двух с половиной тысяч машинистов и помощников машинистов. Поезда, особенно те, которые должны доставлять товары, ну, не пассажирские, именно товарные поезда, не приходят вовремя и разница составляет уже больше месяца. Два месяца это уже как бы более-менее норма. Поэтому представьте себе, какая ситуация в других отраслях промышленности. То есть это серьезная проблема, про которую они, соответственно, молчат. И проблема не в мобилизации. Мобилизационный резерв в России в 22-м году по подсчетам, их же самих подсчетах, составлял около 8 миллионов человек. То есть они реально могли при большом желании общей мобилизации выставить 8 миллионов. Проблема была в чем? Во что их обуть, одеть, кто ними должен был командовать, как их вооружить, и вообще куда это все, куда это девать все. И они пошли тем путем, что вот начали мобилизацию по депрессивным регионам. Они начали использовать тот континент, который можно утилизировать, это зэки. Начали заманивать деньгами или преференциями тех, которые имели проблемы с законом или административными какими-то правонарушениями. И постепенно они пришли к тому, что тот резерв мобилизационный был исчерпан. Остался только в больших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, какие-то большие крупные промышленные центры. Но там же проблема в том, что там не только люди, которые должны работать в какой-то интеллектуальной или промышленности, но там еще люди, которые более-менее могут выйти на улицу и что-то сказать против этой мобилизации. Поэтому у них действительно большая проблема. Начинать мобилизацию в больших городах и таким образом протестные настроения, которые все-таки хотят они это или нет. Есть там? Да, 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 мы вас слышим. Продолжайте, пожалуйста. Они боятся, как бы они не скрывали это, но они очень боятся протестных настроений. Протестные настроения не обязательно должны быть политическими, они могут быть и социальными. И вот эти социальные проблемы они увидели после начала первой волны мобилизации и поняли, что если это начнется где-нибудь в Москве или Санкт-Петербурге, то, понятное дело, что это будет намного больше и масштабнее, чем, например, это было в Дагестане. Ну и сегодня очень большой интерес вызвала новость о том, что северокорейских военных заметили на Харьковском направлении. Об этом в эфире телемарафона «Едыни-Новыны» сообщил командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак. По его словам, они разделяются на подразделения, ждут ухудшения погодных условий, чтобы начать новую серию штурмов. Ставку россияне продолжают делать на те самые местные штурмы, которые они применяют в ходе всего полномасштабного вторжения. Ранее говорилось о том, что контингент северокорейских войск присутствует на Курчине. Сейчас мы видим уже вот такие вот заявления. Это что? Это уже какие-то обученные, возможно, отряды туда перебрасывают, либо их могли рассредоточить по всей линии фронта. Ну и опять же о задачах, которые закрывают, скажем так, северные корейцы для россиян на фронте. Какие они? На самом деле они ничего не закрывают. Они закрывают те пробелы, которые есть в личном составе. Я так понимаю, что Курчина просто не так далеко от Харьковщины. И, возможно, командование просто приняло решение о том, чтобы интенсивность наступления или боев не упадала, прикрыть тот участок теми подразделениями, которые есть под руками. Под руками оказались корейцы. Корейцы, они являются таким очень специфическим материалом. Понятное дело, что куча проблем, координация языковой барьер. Это все дает свое ухудшение для их полного использования. Но я думаю, что такое решение, чтобы они появились на территории Украины, именно в тех областях, которые возможны для активной боевой деятельности и для взятия в плен, это будут единичные моменты. Все-таки думаю, что они дальше Курской области на данном этапе не пойдут. И еще интересный момент. Сейчас же также наблюдаем в целом такое себе сотрудничество Российской Федерации, а точнее поиск новых союзников, партнеров, так сказать. Кто на сегодняшний день может быть еще? Я не считаю сейчас Иран и Северную Корею. Как вы считаете? Ну, у них остаются еще те силы, которые они пытаются втянуть в свое поле взаимодействия. Это страны Африки, это Сирия остается. Есть информация о том, что они работают с Афанистаном. То есть, самое интересное, что они просто не понимают, какой ящик Пандора они могут открыть. Потому что, привлекая людей с совершенно другого менталитета и уровня цивилизационных отношений, они могут просто затянуть, кроме каких-то боевиков, еще и такую серьезную террористическую опасность на свою территорию. Представляете, какая смесь выходит, да, там где-нибудь появляются боевики джихадисты, талибан, не знаю, там, исламское государство, которое... Кстати, очень много бойцов исламского государства ищут себе применение. Ну, условно, если раньше там пытались кто-то там устроиться в иностранный легион французский, то понятно, что им там место заказано. А тут деньги платят, дают оружие и говорят, идите вперед. А пойдет он вперед, взяв деньги, или уйдет в сторону глубины России, это уже другой вопрос. Ну, и надо же отметить еще в том числе, что Северная Корея обеспечивает России половину артиллерийских снарядов, используемых ежегодно в ходе войны против Украины. Об этом пишет газета The Times, по мнению источников британской газеты. Россия впала в зависимость от северокорейских снарядов, поэтому Путин и Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. При этом качество северокорейских снарядов низкое. Они часто не взрываются. И тут мы говорим сейчас, да, во-первых, о том, что тут не только военные. Тут еще мы видим, что боеприпасами тоже снабжает Северная Корея Российской Федерации. Вот об этом бы тоже хотелось несколько слов говорить, что это, как это характеризует и российские запасы, да, и почему именно Северная Корея тут. И я так понимаю, что участие контингента это как продолжение, расширение вот этого сотрудничества. Ну, почему Северная Корея и артиллерийские снаряды? Это очень просто, потому что основное вооружение, на которое всегда делала ставку Корея, это были не ракеты, а именно артиллерия. И именно артиллерийским огнем они пытались как бы перекрыть, ну, это тактика еще советских времен, была Второй мировой войны, когда там массированный удар по площадям артиллерии, там, не знаю, эшелоны снарядов, это все в одномоментно где-то там выстреливалось, и таким образом накрывалось и уничтожалось вроде как бы группировка противника. Учитывая недалеко, ну, то, что сам, например, Сеул, столица Южной Кореи, находится буквально там не так далеко от этой границы разноречения, 38-й параллели, они готовили именно артиллерию дальней стройбы, то есть до 40-45 километров, и это основная была артиллерия, на которую они ставили ставку. И поэтому у них действительно огромное количество запас снарядов, заводы, которые могут работать фактически круглосуточно, есть рабочая сила бесплатная, и это все в комплексе дает возможность им не просто запустить производство, а именно получать то количество снарядов, на которое, к сожалению, наши союзники до сих пор не могут выйти. Мы единственное, чем мы берем, действительно, мы берем качество, а не количество. Все остальное, почему солдаты, это один из компонентов, который может представить для Путина Пхеньян. В советские времена они тоже продавали людей, только в качестве рабочей силы на те или другие предприятия, тяжелого производства, где не очень хотели работать советские граждане, они туда отправляли корейцев, потому что тем меньше говорили, меньше выступали, там где-то на химические предприятия, на какие-то там предприятия тяжелой металлургии, и это все нормально было, они получали за это деньги, валюту. Чтобы вы понимали, что те деньги, которые вроде как бы должны выплачиваться солдатам северной корейцем, они делятся даже не на два, они делятся где-то на три-четыре части, им остается только небольшая часть, которую они могут отослать своим родственникам, все остальное сразу идет в казну Пхеньяна. Таким образом они зарабатывают валюту. Виктор Николаевич, огромное спасибо, что вы нашли время присоединиться к эфиру. Напомню, Виктор Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ с 2014 по 2015 год, директор агентства реформирования сектора безопасности, эксперт по национальной безопасности с нами был на прямой связи. Телеграм-канале Freedom. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.